Нашел госпожу Валя, что она сказала? Да, нашел. А че, уже можно начинать шиперить Сайласа и Моргану? Или только с Люксой? А Сайласа и Лейлане? Да, шо, она не благословит сопротивление. Что? Почему? Она считает, что желание отомстить делает меня слабым. Серьезно, это ее ответ. Просто смешно. Ты один из самых сильных магов, что я встречала. Еще она сказала, что знает секрет, который помог бы нам в борьбе с охотниками. Может, речь о каком-то оружии, и ей стоило отдать его тебе. Если мы хотим ее помощи, придется доказать, что она ошибается на наш счет. Стариком. Когда убьем Элдреда, она увидит, как мы сильны. Сайласу нужна только месть. Ну, слушай, если Сайласу нужна только месть, тогда его надо шиперить с Вьего. Спасибо вам всем, госпожа Валя. Передумает, если мы покажем ей, на что способны. Всего около 16, Сайлас 31. 16... А, да... Стой! Так, а что я свой клип сделать не могу? Где-как, где-как, где кнопка клипов? Блин, а пропала. Где-как, где кнопка клипов? Надо... Так, постой, Сайлас, она и правда считает, что ты слишком слаб. Я сказал ей, что черпаю силу в ненависти. Ей это не понравилось. Гнев помогает бороться. Он горит в каждом из нас. Почему же госпожа считает себя вправе осуждать меня? Я хочу поквитаться с охотниками за те годы, что провел в тюрьме. Я не могу поклониться богине, которая этого не понимает. Сайлас, мне кажется, Марганя от нас нужны победы... Не победы в битвах. Так чего же... Так чего же она хочет? Чтобы мы проиграли. Она защитница всех сломленных. Нам надо совсем отчаяться, чтобы получить ее благословение. Я не знаю, убьем Элдреда и без помощи Марганы. Вначале мы так и хотели. Ладно. Ну, ничего важного. Я поговорю с Карой о том, перед что я дал ей. Если сумеем исправлять магию Марганы, значит вечерняя встреча была не напрасной. Сегодня мне опять удалось подняться в воздух. Тоже самое. Сейчас Сайлс из сетом почему-то шипит. Далось что-то сделать с пером, Кара. У меня не получается переместить его магию в петрицит. Это определенно сила Марганы. Могучая и древняя. Хотел бы я расспросить ее. об этой магии. Да, сейчас. Я видел, как она колдует. Вдруг смогу помочь. Вот на что это было похоже. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Невероятно. Смотри, Сайлс, получилось. Благодаря тебе я смогла завершить заклинание. Держи им. Боги, я чувствую себя таким сильным. Режим разбитых оков. Благодаря режиму разбитых оков Сайлс может использовать силу Марганы. Он ненадолго получает невероятную силу. Чтобы активировать этот режим, нужно заполнить шкалу разбитых оков. Нася урон врагам. Если принести каре нужные ресурсы, она поможет улучшить. Короче, ульта. Это спартанская ярость. Сильнейшие враги Сайлса после смерти оставляют реликвии. Из этих реликвий Карлс может создавать абсолютные руны. Чрезвычайно мощные заклинания доступны Сайлсу в режиме разбитых оков. Светилища госпожи Вуали, а Сайлс может выбрать одну абсолютную руну из тех, что ему доступны. Сайлс также может разблокировать усилители. Большинство из них увеличит параметры. Такие как максимальное здоровье. Остальные разблокируют специальные атаки. Режим разбитых оков. Ну так, реликвии у меня больше нету, да? А, вот еще она тоже прокачивает нам этот. Понятно. Так, защита звучит очень полезно. Если это пассивное как бы уменьшение урона, потому что враги бьют больно. Ливанин. Вызвали тебя из тюрьмы было непросто, Карл. Ливанин ни за что бы не сдалась. Это меня не удивляет, Ливанин весьма упрямым, прям как ее наставница. Впрочем, она не просто моя ученица, она мне как дочь. Хожего уже давно знакома. Она пришла ко мне ребенком и стала умолять, чтобы я научил ее управлять манией. Меньше всего мне тогда хотелось брать учеников и поклевать не раскрывать семейную тайну обработки петрицитов. Не странно, учитывая, как рьяно ее пытаются вызнать охотники на магов, но эта девочка мне понравилась. Когда я поняла, что у нее талант к работе с петрицитом, то стала делиться с ней своими секретами. Теперь она владеет рунотворением не хуже любого из дюранов. Я тоже у нее многому научилась. Чему, например? Она показала мне, как не терять веру. Я не сомневаюсь, что она всех нас чему-то научит до конца этой войны. Рунотворение. Значит, это ты научила Ливане рунотворению и работать с петрицитом. Ну, а главное, не стало тебе жаловаться, какая упрямая старуха. Нет, это и не беда. Старые упрямые умеют добиваться своего. Только не те, кто томится в подземельях Хэсбедра. Я рада, что выбралась оттуда. Он хотел узнать тайны моей магии. Дело в том, что я потомок Дюрана. Арктура Дюрана. Многие поколения моей семьи работали с петрицитом. Мне удалось сбежать из тюрьмы благодаря рукописям Дюрана. Из них я узнал, что мои околы могут поклощать магию. И не заковали мага вроде тебя в цепи из петрицита. О чем они только думали? Охотники на магов сами создали опаснейшего врага. Кек. Лес. У меня к тебе вопрос. Как потомку Дюрана, я заметил, что лес, где скрываются морганы, отличается от обычного. В его деревьях больше магии. Его неспроста называют священным лесом. Все дело в петриците. Не только петрицит накапливает магию. Давным-давно в том лесу была битва, ставшая частью великой катастрофы, погубившей мир. Тогда люди использовали магию во вред друг другу. Сами они давно сгинули, на деревьях всего помнят. По крайней мере, так мне рассказывали. Возможно, это просто легенда. Градиозная битва магов. Хотел бы я на такое посмотреть. Ха, Лила, не была права. У нас с тобой много общего. Та-ра-та-та-та. Так, мне нужны на самом деле руны. Мне нужна любая светлая атака, именно вот эта вот молния. Ну и как бы плюс манна звучит полезно. Мистический бросок сходится, волна мистической энергии. Блин, а я щит хочу. Чтобы щит качнуть, нужно вот сюда. Да, он еще и стоит тройку. Жесть. Мистический урон, это так еще проходит. Помнишь дюранов из лора? Честно говоря, не очень уже. Разговор о Моргане. Думаешь, я неверно понял слово Моргана? Я сомневаюсь, что ее заботит Сила. Но это ты говорил с ней. Повезло тебе, Сайлос. Даже просто весь госпожа Валя. Огромная честь. Надо было послать к ней в лес кого-то из ее последователей. Может, тогда бы получилось убедить ее помочь? Может быть. Но тебя она испытала в бою, так? Думаешь, что кто-то из нас, кроме тебя, смог бы сразиться с бессмертным магом и выжить? Ах, тоже верно. Я уверен, что мы еще ее увидим, Сайлос. Несмотря ни на что, мы маги, а значит, ее дети. По крайней мере, так говорила моя бабушка. Я точно не сам послушный из детей. Ну и ладно, таким ты нам и нравишься. Дюран и Влори. Вот честно, вот вообще нет, не помню. Где кто? А, и что? Ну, кроме того, что у него кузница улучшилась. Вопрос, рука. Сайлоса, ты оставляешь подношение для госпожи Валя? Не сказал бы. По крайней мере, не так, как делают ее последователи. Значит, раньше ты в нее не верил. Я думаю, богам нет дела до нас смертных. Иначе бы они не позволили нам так страдать. Не стоит надеяться, что они решат все наши проблемы. Но ведь именно это она обещала сделать. Ты можешь не верить даже после встречи с ней. Много диалогов. Я не собираюсь никому кланяться, рука. Даже древним могучим родственным существам. Ого, она на тебя за это не разозлится. Надеюсь, что нет. Здесь у меня, конечно, не хватает ничего. Тот, кто создал Галлиу. Не, этого я, кстати, вообще не знал. С каждым днем у нас все больше. Улучшение станции Лиланя. Окей. Говорите. Госпожа Вуаля. Сайлос, поверить не могу, что ты нашел госпожу Вуалю. Я даже не верил, что она существует. Да, помогаю, это большая честь. Возьми меня с собой, коснок. Не пойдешь хорошо. Если я встречу легендарного мага, то поверю, что возможно все. Отличная идея, ёпс. Но нам нужно стать сильнее. На это потребуется время. Я знаю, что делать. Буду гонять рекрутов, как никогда раньше. Так, держать, ёпс. Так, маги довольно прохлаждаться. Где-то мои осы. 14 одного не хватает, чтобы открыть вот тут проход какой-то. Окей. Здорово, Артем Дас, привет. Как дела с революцией в стольном городе Граде? Да, Димасия. Да, потихоньку продвигается. Вот Моргану сейчас встретили по сюжету. Первый реально сложный босс, на котором я даже отъехал, ну, я бы сказал, назвал это один раз, но на самом деле два. Просто на вторую, на вторую, на вторую битву я как-то это расслабился слишком. Самость, мы нашли лагерь охотников на магов в Глиндмере. Иногда там появляется Вистерия, ходят слухи, она кого-то тренирует. Ее ученик наверняка сильный маг. Еще это стратегически важный пункт. Там много пленников, тем больше причин его уничтожить, это ослабит Элдрида. Согласна, нападем на лагерь, если увидишь Вистерию, просто будь осторожен. Уже имел с ней дело, уж с ее учеником справлюсь. Какой-то процент... 40, наверное. 37, 40... Не, ну, кстати, дольше, чем я думал. Мы, получается, сегодня играем 3 часа, где-то 20 минут. И вчера типа полтора, и только 37, то есть ее, видимо, 12-15, все часов может уйдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диран первым, кто научился обрабатывать Петрицит. Из него он создал Галю, а другие живые скульптуры Димаси. Также научил и передал умение другим. Он до сих пор легенд для димасийцев и в Рунтерке, но карта цивающий на него и скульптура и учеников. Так, ваш главный огненный маг хочет поквитаться своим бывшим деловым партнером, который когда-то ее обокрал. Позвольте ей это сделать, и она в долгу не останется, конечно. Все, она занята, да? Так, добыча 150-400 или 40-110. Интересно, куда же я отправлю своих людей? Хм. Так, ну пойдем на сайт. По всем признакам в лесу. Неподалеку кто-то живет, но у них какая-то магия. Найдите и окажите помощь. Та-та-та-там. Карта, считай, что нам нужно отыскать больше магов. Если бы я был магом, где бы я пряталась от охотников? В лесу, точно. Они, наверное, замерзли и проголодались. А мы накормим их супом. Готовьтесь, маги. Вчера в инфаркте слышал мнение, что в игре сложное управление, нагромождено и неудобно в бою швырять заклинания. А, да, отвратительно плохо сделано, согласен. Типа, у тебя есть всего четыре обилки. Четыре. Сделай их на четыре кнопки. Один, два, три, четыре. Они так и сделали, но вначале тебе надо переключиться на заклинания. То есть нажать один, два, три, четыре, а потом его кастануть. Бред-то и только. Значит, ты видела следы. Да, и не только следы магов. В лесу полно всякой нечисти. Надеюсь, с магами все в порядке. Типа вот. Неудобно. Абсолютно согласен. Блин, я не помню, какие тут враги будут. Аковы души, это моя ульта, да? Что, взять что ли? Че-нибудь типа вот. Может вот этот ветер взять? Какое вообще? Я даже не знаю такого. Создаете несколько порывов ветра. Интересно, а здесь уже кто-то побывал? Фу, Квасти, знаешь, Страстновато мне тут. Да что такого? Это же закон природы в действии. Крупный зверь, ясно мелких, так всегда было. Мне как-то рассказывали про этот лес, что здесь в тебе будут чудиться всякие нереальные существа. Маги, мистики, например. Нет-нет, гораздо хуже. Все твои кошмары оживут, а когда ты решишь, что опасность миновала тебя, раз-раз, и сцапай ткань, тварь. Звучит как детская страшилка. Э, спасибо, чат, спасибо. Ааа, не хочу здесь раздаваться. Жесть, вот уж. Лягушек из самого начала игры я чуть-чуть не ожидал. Ааа, не хочу здесь раздаваться. Очень уж pelo угрожай. Да tendsя mattered. Редакторый раздавался из decline. Ааа, не хочу здесь раздаваться. Звучит как-то раздаваться. С paragraphs short, Ааа, не хочу здесь раздаваться. С тобой не обнаружила лаурюшка. Ааа, не хочу здесь. да я не могу у них щит украсть я не понимаю что они сами себе подсчетом находится фигасе он прыгать улта смысле а это ульта то и я понял вообще это белка ух нихера себя да можно как-нибудь отпрыгнуть как же бесит так ну экшенщика добавилась блин с двумя этими я не знаю кто это не драконы на счеты конечно има вот этих вот мопсов неплохая добыча вот только магов мы до сих пор не встретили как думаешь они ушли алис большое мы осмотрели только часть ран пока сдаваться лесные шорохи 1 ачивка 21 ачивка из 53 похоже на перевертыши которые с гнаром на кстати может быть хотел бы жесткий такой хоррор по фидал стиксу за психологически с интересным геймплейом че у нее историк этого чтобы вообще цепи 1200 не ну за 1200 прокачку надо прокачивать все таки плюс макурон макуро входя в режим разбит хаков сайлоса становится здоровья что-то макает ну а вернулись училась засада 374 сезонская деятельность а ты видел бы ты его лицо сайлос ваш главный маг хочет поквитаться всем бывшим позвольте это сделать это мы позволили вот тут к это записка я не помню он тут наружу безмолвие вспомни о словах что раскололи мир с пояс чай крылья пламенем объят а то что он все и скрывает подвала люлик том как разорвали узы кроя потеря предательства зачаты были утро бессмертной забрали мать сестры отцовской воли повинуясь оставили скалистые вершины очутились в землях где магия нашла свою погибель средь каменистых рощ не помню читал это или нет не знаю горести они росли вдвоем на справедливости клинок упал с небес и на их наследие явилась за спиной у них разверзлись крылья сковавшие их долгом материнский дар их вольной жизни положил конец вот с тобой ну приветаем привет и джейк ландерой так вот это белка мне точно не нравится сколько сегодня вообще вместе со вчера играешь сегодня где-то три с половиной часа вчера где-то полтора то есть ну под пять часов а то вот же написано 4 часа 37 минут на 37 процентов игры так нам нужна вербовка и вербовать наверно будет маг тьмы чтобы прокачиваться по чуть-чуть на обе вербовки можно пог противники земля и огонь блин ну тогда лучше чапа и тебя все так вот увеличение урона ветром мистер использует тюрьму где магов в глиндемире в качестве тренировочной площадки для магов ваш первостепенной задачи проникнуть его освободить как можно больше я не леруа леруа жизнь ну как 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 я должен был узнать жили ладно у лерой на самом деле две буквы но это добро пожаловать привет привет и приятного знакомиться может быть еще и спасибо за фол еще и спасибо за фол вообще не забывайте фолица может быть есть много может быть не очень много может быть много новых зрителей на праха на прохождение мейдж сикера я проходил до этого и руинт кинга тоже если что есть на youtube чеки все прохождение вот да и вообще мы играем в разную дюшатину и в основном врага лики всякие экшоновые в том числе это прикольно весь что посеяли то и пожинаем милорд а ковы только сильнее озлобились сайласа окажись он в моих руках лорд элдрид мы бы смогли воспользоваться его силами вместо этого мы дали им выплеснуться как будто его получится удержать в лаборатории нет сайлас слишком опасен его нельзя оставлять живых если убьем его сейчас то он станет символом для остальных мятежников история как продвигается наш план по запугиваем население новостями о беглеца мы продолжаем распространять слухи но клеймо убийцы короля не особо работает он все ровно набирает сторонников простите милорд но наверняка есть более эффективные способы совладать с сайласом позвольте мне провести эксперимент над девочкой райан во время их последней встречи она почти нет довольно экспериментов мы и так ее достаточно мучили командующий следить за своим тоном никто не будет вредить ваши юный протужем ведь так хэсберт ну разумеется милорд как по сравнению с падшим королем падш король мне понравился больше он был дольше я люблю пошаговую боевку там прям сюжета как мне показалось все же больше чем тут и разных персонажей то есть здесь мы встретили чё люксу гарана моргану вот сейчас внезапно на основом рогалики геншин рогали джедаи играю в геншин 20 минут в день ну в смысле смысле геншин за вот если по растяженности смотреть по месячной занимает примерно 5 или 10 процентов эфирного времени или даже меньше впереди цитадель глиндемира и опс рука оставайтесь здесь и прикрывайте с тыла если кто-нибудь решит за тобой проследить мы с ним разберемся что делать нам с карой стражите вход в цитадель а пока я забираюсь на крышу будь осторожен сайлос возможно там будет протеже вистерии не беспокойся мы ответную мы ответим ударом на первая щенка неправильно не прочитал я привыкла может быть потому что первая первая половина них никак ну как как-то не указывает на то что это надо по-французски читать может быть я конечно не прав и сейчас играет в геншин втихаря хотя не видно да я с телефона периодически дельки дело конечно в каком-то степени геншин рогали к я так с самого начала сказал так тут будет воздух нужен и лед ну воздух и лед у нас есть нормально нет еще на релизе говорил геншин рогалик в бездне оказалось правда что это однообразный рогалик который не меняется на протяжении почти трех лет точно никуда не сняли фронтарку больше не играешь не играю за вас в городе бойня ребята сражаются это там чуть телекинезом каким-то просто считает всех не разрушают наш глава как распознать мага уверена что никто из ваших соседей не связан с магией вот несколько характерных призраков признаков запомните их будьте бдительны ради безопасности страны необъяснимые вспышки света в доме странное обрамотание особенно древнем языке левитация неестественно быстро исцеление травм необычные головные уборы разговоры с крысами кошками и прочими вредителями любовь к темному времени суток избегания зрительного контакта частые отлучки в уборную вой попытки скрыться в лесу или в канализации в тфтфтфт тоже не играю сейчас мне не сильно понравился последний сет не с кем и никогда куча причин арнтера просто просто непопулярная говорю как есть я не готов тратить на нее столько времени с учетом того что не популярны и абсолютно ее не интересно смотреть и стримить по той же причине но еще есть причины то что не не только это не единственное есть еще причина почему я не играю в нее потому что рейтинговые игры я не сильно большой фанат я впервые когда добрался до чаленджера или мастера что там было в рунтере мне надоело играть в рейтинг а сингл тара синглплеерный пве вот этот вот режим рогаликовый у них типа они вот над ним работают работают и только сейчас появилось что-то реально сложно и интересно это вот этот вот ежемесячные чаленджи которые можно было бы типа трейхардить разными персами своими прокаченными на меня и не прокаченные быть некоторых врагов можно победить только если сайл используют захват цепью экране появится специальный значок если ты это атака станет доступна и чем не просто бегать очень весело им хэвинг сам очфон лкм я просто пока я вам пытался насколько я помню ты был мастером в интерке они чаликом а врун терке не было чаликов просто значит скорее всего чтобы их брать в самом первом сезоне я взял максимальный ранг и все и перестал играть в рейтинг потому что рейтинговые игры в карточным в какая это скучно а вот весело это авто батлер и вау и выхиляют я вот так не убью в то же время он говорит что для какой нужен рейтинг нужен потому что если бы он был геншине я бы я бы взял тоже мастер и мне бы тоже надоело но нужен чтобы чтобы в игру было интересно играть я же говорю мне было весело поначалу потом через какое-то время надоело но весело было ужин естественно мои слова не противоречат потому что я сказал а я знал что я пробью получается рейтинг нужно чтобы было весело чуть подольше да ну еще просто чтобы люди реально продолжали играть в игру потому что это ну это мне быстрый рейтинг надоедает в какаишках это как бы чистым а я тема многие играют до сих пор в рейтинговый hardstone в рейтинговую рунтеру в рейтинговые мтг типа чтобы чтобы составлять реально там сильные колоды и вот это вот все но без рейтинга ничего не рейтинг в адрес еще турнирный нужен для слотов турниры тоже ну в этом плане они клево сделали анимации но этого говорят не моя тема поэтому я вот играть и не хочу принц персии по крышам бегом охотники на магов часто используют волшебные врата чтобы защищать свои штабы села сможет открыть их если скопировать магию соответствующего ключа и использовать на замке ключ забавно тебе есть топ к к и ну самый топ торнтера потом мотыга потом гвинт потом хардстоун но это если именно карточные игры рассматривать они как рейтингами после туда попасть не могу с другой стороны что этот сеанс и безмолвием крутительно мы свободны бегите к воротам тебе доводилось сражаться беру себе ай блин так думал еще пленники некие больше трущобы подземелья и все же тюрьма не смогла нас удержать здесь качестве живых мишеней и этот рекрут сойдет блин серьезно в смысле вот даже тогда вижу этих вот мобов безмолвен здарова дукарт это стоит отметить выпьем не праздновать слишком много охотников на магов еще не получили по заслугам погоди я хочу с вами я могу превратить малейшую искру в молнию мне ужасно хочется устроить бурю что же сильный грозовой маг нам пригодился на тебе придется показывать на что ты способен комбинация гробовое поле мощная мощная обычная неплохо кстати чем разового урона наверное источники воевания ошиблись это просто тюрьма блин ну как туда попасть снизу по ходу как будто бы снизу на и Играет музыка. В смысле, я Q отжал, чтобы что было сейчас. И куда полетела эта атака? Играет музыка. 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 мне с незаконченным отчетом и потребовал обсудить его последнее задание. Он сообщил, что не считает необходимым оставлять под стражей задержанных магов и предложил позволить некоторым из них вернуться в деревню. В частности, он попросил отпустить пятерых стариков, которые способны управлять растениями и ускорять их рост. Пришлось напомнить ему, что с помощью растений эти маги избили его товарищей, что расценивается как нападение на служителей закона. Нед Хаунделл возразил следующее, цитирую, и я не против, если иной раз старушка приложит меня к кукурузой и продолжил настаивать на немедленном освобождении магов. Когда он вышел, мной было принято решение доложить о происходящем, произошедшем начальству. Рекомендуемое наказание, исключение из ордена охотников на магов, немедленный арест, проверка родных и друзей на предмет сношений с магами. Где-то здесь должен быть проход, судя по всему. Нашему окну. Что ж тут? Тут. Безмолвие, пока я тебя бью, блин. Микростанчики, ей неизвестно это слово. Прицепить, ерчат, сереброкриво. Спащаем. Прицепить, ерчат, сереброкриво. Ауааааа... отчета задержание состояние дарин хам дал состояние имя возраст магиару стрессом 12 огненные руки управляют ветром управляет овощами быстро растут грифит 78 фриц пенок 66 тоже управляет овощами помидоры больно хороши горит левель 6 призвала уруган джеффа мартен 89 катила на меня тыкву опять овощи киля к фамилию не знаю не говорит примерно 20 накладывала воду чтобы напиться оливия вули 71 вокруг нее выросла стена кукурузы так что наверное тоже овощи салли тривсон 2 парит над землей нельс мартен 90 по-моему он замешан ситуации с тыквой так что тоже овощи капитана не могу закончить отчет можно с мы с вами обсудим кое-кого из арестованных тех что по овощам они все сплошь старики какой от них вред ведь поговорим пожалуйста так на второй раз похилить мне не дадут жизнь через лестнице ходит здесь уже не нарисовали крутые массы можно убить по штукам всяким на анимации верните анимации пожалуйста каждый день кто кого-то забирают пришли нас спасти саймон 2 левитации то есть они арестовали младенца получается что так дам брицы штаба все к воротам время восстать идем я покажу тебе путь к славе чат знает кто не славу и как к нему попасть мы ищем к нему путь последняя просьба по поводу смайликов не мне не нравится этот смайлик не знаю и не такой не хочу добавлять ссором так так да вы идите со своим безмолвен туда я выключу нет это кого-то тоже в обилка типа это не ладно а это типа ульта моргали было похоже по крайней пилагорик ты чё нам скидываешь геолокацию проспект славы думаю мы освободили всех пленников разведка в чем-то любовь мы хорошо здесь поработали тупая вреды мы сокрушим магов дорогие кроватые защитницы я люблю вас потому что вы спасли мою семью я во пять лет спасибо вам кроватые защитницы вы моей героини можно я буду вам помогать мама говорит что на таком нельзя просить на я очень хочу иначе она заставит меня мыть окна и к на 7 лет 8 месяцев дорогие защитницы дима оси я пишу вам потому что мне нужна помощь желал защитить меня от моей собаки чтобы они воровал у меня бутерброды спасибо болен 8 лет мне очень нравится ваш крылья не чешутся лерда четыре с половиной приходите посмотреть на мой домик на дереве у него фиолетовая крыша мы сестры специально его покрасили чтобы было видно с неба может привести с собой одну подружку я приготовлю овсяную кашу чтобы вы стали еще сильнее победили всех врагов они безу дети без ошибок пишут невозможно решает . карта ну типа ну это маленькие задания карта просто заданием распределяется так вокруг города вокруг столицы образование хорошего без ошибок в четыре года 46 что-то я сомневаюсь нет это не рогалик это сюжетный играл маловероятном случае побег заключен осознавлять следующие правила немедленно заблокировать все выходы из здания и дверь и камер задействовать все необходимые резервы чтобы как можно скорее обезвредить беглецов зажигает сигнале маяк стража его величества должна знать о побеге чтобы обеспечить безопасность короля петрицит ваша защита это вещество эффективно подавляет магические способности действует даже на самых могущественных заклинателей первым делом наденьте на беглеца петрицитовые кандалы и уже потом сопроводите в камеру наблюдать за своими товарищами к сожалению до нас доходят слухи о магах проникших в ряды в ордена опасайтесь не только заключенных но и своих собратьев не исключено что побег организован одним из них молчание золото чтобы избежать паники среди жителей демаси и не обсуждайте с ними подробности происшествия стражник которые следят за арестованными детьми не уверен может быть но эти писем через редактуру проходит возможно вот это вот это ну кстати домой в принципе логично ух тыж сайлос сайлос подойди ближе они ну это та самая девочка это не люкса люкс что ты здесь делаешь я поймали охотники на магов убоги хорошо что я тебя нашел я знаю что ты мне не доверяешь но я выведу тебя отсюда идем конечно я тебе доверяю сайлос когда почему обращаю тебя за то что украл мою магию за то что раскрыл мою тайну нет этого не может быть почему нет разве ты не этого хочешь кто ты я так то тебе нужен без моей силы тебе не победить охотников на магов еще я так а вот и предал девушка чью жизнь ты разрушил без меня ты ничто проклятие ты не люкс однажды ты от меня сбежал но я учусь на ошибках больше это не повторится новые атаки у босс хотя бы появится должны наверное если нет то будет такими джейнка смысл здесь джейнка типа чур так это похоже на вторую фазу у меня да так сейчас он появится сделать удары где молния же по тьме должна бить да в смысле что о чем не надо пойти ударить или видимо нет да 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 Окей. Еще фаза? Похоже на еще фаза. Жесть. Вот три атаки начал делать. Эммм... Окей. Мхм. Вот что? Это... За что? За что так с платформой? Да. куда почему но из чтобы он пробел нажат 6 заставки печально знаменитый сайлас повержен ловк ты его девочка в смысле вистория хорошо тебя обучила ты становишься опасной противнице ведь все страдания только у него в голове это пока люкс выпусти меня отсюда ты этого не заслуживаешь ты разрушу мою жизнь сайлас я имею право разрушить твое люкс помоги я здесь умру что ж сюжетный луз получается мандир прислал меня приглядеть за ним ты можешь идти неужели что уж если таков приказ командиру отдыхая видение еще не до конца развеялась лучше ученица в истерии здорово тебя отдела еще один кошмар не может быть чтобы я снова оказался в тюрьме отойди от двери или я убью тебя и всех остальных и потише я вообще-то пытаясь тебя вызволить с тобой у меня больше шансов увидеть бензи бензи ра бензи ра разве ты не охотник на магов и кто такой бензи ра меня зовут гидеон я служу ордену не по своей воле у меня есть хороший друг он маг командование обещала не задерживать его если останусь но они солгали если возьмете меня в отряд я пойду к вам мои знания могут вам пригодиться и не знаю могу ли тебе доверять а предатель можешь у меня не осталось теплых чувств к охотникам и тем кто их поддерживает значит ты можешь помочь сопротивлению окей глинды мир дженни станции и ups у нее то что улучшилось ладненько опять сражаемся с кошмарами мы должны отправиться на поиски ты просто зря погибнешь сайлас где ты был мы думали тебя убили только не говоришь ты привел с собой охотника на магов прошлую ночь я провел в тюрьме кара гидеон спас меня и теперь ты ему доверяешь охотники наверняка уже идут по вашему следу я действительно сам вступил в орден охотников но они предали меня и забрали моего друга бензи ра он маг я хочу присоединиться к восстанию вернуть его вы должны ему поверить я тоже когда-то был охотником на магов мне это дала шанс давайте-ка все успокоимся гидеон не умеет пользоваться магией так что не сможет тайно отправить охотникам послание кроме того его окружают маги чего нам бояться здесь он не причинит нам вреда ладно посмотрим что из этого выйдет я хорошо знаю как устроен орден так что я вам обязательно пригожусь все равно считаю что мы поступаем глупо не хочу видеть здесь охотников на магов салаз тебе стоит поговорить с рук а нам стоит отдохнуть надо узнать как дела у гидеона посмотреть как он справляется никто здесь ему не доверяет ведь я от него мало чем отличаюсь надеюсь он станет нашим союзником спасай вас посмотри благодаря новобранцам у нас появилось больше места фэйнс волкер гидеона так говорить гидеон кара нам нужно поговорить о гидеоне он опасен а ты дурак если не понимаешь этого никто не заставлял его спасать меня он клянется что на нашей стороне ну раз он клянется это все меняет я понимаю почему ты относишься к нему с подозрением нам стоит дать ему шанс кроме того у него есть информация которая нам пригодится если гидеон предаст нас я убью его собственными руками можешь не сомневаться ладно что она чтобы он не натворил это будет на твоей совести договорились сколько у меня тут 1800 я предлагаю сил атаки качнуть и открыть щит самая крутая белка гидеон я знал что многие будут недовольны тем что привел сюда охотника на магов не ожидал что кара так разозлиться я вот ничуть не удивлена доверие кара заслужить нелегко честно говоря я и про тебя думал что ты не понравишься ну что я был охотником на магов потому что очень громкий что правда то правда как бы то ни было я верю гидеону а я разбираюсь людях лучше чем кара вот как и что тебя убедила то как он говорит о своем друге он точно не уже ты права я тоже так думаю создание рун щит купить все я я я сильный снова что-то есть у меня ядовитые споры новый кусочек манны открыть надо он тоже для щитов полезно так чё надо с мелким поговорить нам что за бред взял приводить сюда охотников на магов гидеон я знаю ты злишься из-за гидеона но поверить не могу что привел сюда охотника на магов он наш враг я тоже когда-то был охотником это совсем другое дело ты был ребенком он всего неделю назад делал все чтобы заставить магов страдать как и я когда-то я верил что поступаю правильно они разлучают тебя семьей лгут тебе ты так часто слышу ложь что она кажется истиной охотники такие же как он похитили нас с братом я их ненавижу знаю я тоже ненавижу охотников но перебежчики нам нужны с ними у нас больше шансов на победу гидеон хочет нам помочь не знаю сайлас просто дай ему шанс это все о чем я прошу все получилось ей засада 32 добыча чуть-чуть так мало вместе веселее ну вот это хорошо мистический урон качнули так что-то у тебя интересного процентов крот говорить магия юрдлов и обсто говорил что магия юрдлов отличается человеческой можешь объяснить чем я редко вижу как ты используешь свою силу шума я совсем другая дело в том что юрдова не здешний с другой страны скорее другого мира он называется бандл сити с помощью магии мы путешествуем туда-сюда и уже целую вечность не была дома честно говоря создание порталов не мой конек тому же мне нравится жить среди смертных значит твоя магия позволяет путешествовать между мирами ага но я не очень и владею и мало общаюсь с другими юрдовами жить среди смертных так интересно что иногда я и вовсе забываю обо всем этом я рад что тебе нравится жить с нами карта убежишь у нас оттуда кусок прохода открылся дорести можно мне мои денежки денег почему у тебя сайлос почему не спас кого-то из нас не больше не чувствую себя здесь в безопасности все переживают из-за него тебя и тебе с охотником на мою машину спас тебя но я с одним из ним за стол не сяду гидо значит я это запомню пришли тут как-то охотники на магов и давай их листать или с утками на третий день еле их выгнали ель или сутками и и там там так поехали охота уже окунуться в ммо где все это красиво и информативно преподнесут как в оба да ему полишки будет должно оказаться крутым гидеон как-то атмосфера тут довольно накаленная но я их понимаю если бы я встретил тех кто схватил бензира я бы их сразу убил я пытался придумать как заслужить доверие остальных и кое о чем вспомнил я украл этот артефакт у охотников на магов во время нашего побега не использовали его для тренировок повтор заданий позволяет повторно войны задания сможешь найти рекрутов сундуки с ребра крылов информации о мире которые до этого пропустили однако дополнительные припасы время повторного прохождения собрать не получится приходи когда захочешь вспомнить какой-нибудь бой для лилани у меня тоже есть сведения наверно у тактической карты пойдем мне как раз нужно получить приказы сегодня так а он показывает где сколько два из трех но я не нашел этого в 9 это чечку здесь одну книжку как-то пропустил это самая стартовая лока что ли главная секретная лаборатория лесные шорохи найдите еще новобранцев нет ну вообще нормально соратник гидеона сказал что хочешь освободить своего друга он маг да бензира показал мне как охотники обращаются с магами он так боялся их то есть нас я думал сбежать еще тогда но мне удалось заключить с ними сделку и останусь они не тронут бензира да я когда ты сдержал слова охотники на магов свое нарушили да я поклялся себе что сбегу и уведу с собой всех кого смогу так я встретил тебя надо я везунчик когда я думаю о том как он сейчас сидит в темнице дрожа от холода я просто мы спасем выгиды вам обещаю вот тебе и рогалик эти маги имеют полное право не доверять мне они все еще видят во мне врага многие из них успели побывать в тюрьме вероятно ты напоминаешь им их надзирателей я хотел сбежать раньше правда но они не дали мне такой возможности добро пожаловать в клуб бывших охотников на магов как тебе вообще угораздило к ним попасть довольно просто в детстве я думал что храбрее них в димасе никого нет я думал что поступаю правильно присоединяясь к ним защищаю димасе когда увидел обратную сторону медаль это понял как ошибался я попал к ним еще ребенком как бы удивительно это не звучало ради если убедили меня стать охотником как и ты я думал что помогаю людям но потом я узнал о тюрьмах для маг они просто ужасные я и представить не могу какого быть по ту сторону решетки некоторые из нас знают об этом не понаслышке потому они и не доверяют тебя я понимаю но и докажу им что больше не служу охотником на магов и и и и и и так это я это и был диалог про то как он пример надо размяться хорошая кстати мысль наверное это я сейчас и сделаю так давайте отойду на пару минуточек может еще еще покажу что-то получаете все